андрей здорово вот как говорил верещагин задержала обидно 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 вот сколько вы уже ищете человека который вам прорекламирует россии долго я готов взять на себя такую ответственность я по методу луганского да 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 все правильно очки вози озборна приготовили по методу луганского приготовил методичку видишь как хорошо все не зря да вот единственная она конечно не распечатана как у вас но я не волшебник я только учусь он в кино говорил я только учусь что такая была у него такая интересная я только учусь да и так сейчас вот вот вы вообще все в розовом цвете вижу вообще никакого да 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 хорошо начнем 96 долларовых миллиардеров классно представляешь второе место после сша есть молодцы молодцы же вот молодцы могут когда хотят да да тут тут конечно цифра 96 как бы по данные не точные потому что их может быть больше но я все-таки написал меньше чтобы те люди которые будут проверять потом скажут а их же за сотню соврал вот это тоже будет хорошо будет их минимум а максимум там как посчитают уже нужно так вот пятьдесят седьмое место по уровню жизни вот значит еще сколько там еще 150 стран живут хуже или там сколько там 160 стран да например да значит что ну не все так плохо лишь как хорошо да молодцы 129 место по средней продолжительности жизни вот ну не самое последнее да не самое же последнее 66 лет по стране 59 лет мужчины живут 73 года женщины вот как раз мужчины уже как бы подошли плавно к пенсионному возрасту правильно да видишь то есть насколько правительство и президент думают о народе чтобы так сказать не не разбазаривать напрасно государственные деньги они просто вот опустили уровень жизни продолжительность жизни чтобы снизилась чтобы она как раз сравнялась и повысили пенсионный возраст но чтобы зря деньги не уходили конечно думают о народе же думают молодцы только она разве первое место по онкологическим заболеваниям по данным международного агентства по исследованию рака ну хоть где-то первые тоже вот эти вот 129 места есть дно и есть потолок хоть где-то хоть где-то мы впереди планеты всей да да вот говорят россияне боже да первое место по количеству абортов два в два раза больше чем в украине а как же духовные скрепы там все дела 8 миллионов абортов в год полтора процента из которых приходится на последние сроки и еще в этой стране хотят запретить абон но и буду делать подпольно но не кажется не стоит запрещать подпольно будут делать все равно будут делать вот это вот не понимают разве через это не проходили уже ну правильно вот как раз после пасхи говорит после пасхи церковь как раз ходим а потом первое место по числу самоубийств среди детей и подростков в три раза больше мирового показателя тут хоть очки снимай новый комикс тут не пошутишь на самом деле все серьезно первое место это второе место по число желающих получить убежище на первом месте братской сирии это все вот те которые не поддерживают политику не может они все бегут и бегут все бегут 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 вот это хорошо ведь не расстреливают их сейчас ну в основном же не расстреливают пока нет это значит о чем говорит о том что свобода в стране видите могли же и расстрелять а их не расстреливают разрешают им выезд мало того для того чтобы выехать за границу и попросить где-нибудь убежище даже разрешение сегодня не нужно берешь садишься там куда-нибудь там в автобус например да пересек границу и все и даже у тебя пограничник и таможник разрешение не спрашивает на каком основании вы выезжаете за территорию российской федерации он говорит имею право действительно имеете право вперед пока пока это так вижу как хорошо даже 5 графу отменили я вот уже тебе подскажу никто не спрашивает национальность теперь до выезжаешь за границу а тебе никто не спрашивает какой-то национальности вот и даже евреям можно выезжать вот так поэтому не так все плохо как вот наговаривают на россию наговаривают постоянно наговаривают но сейчас еще сейчас выясним тут наговоры есть так сто тридцать седьмое место в рейтинге коррупции мне кажется что подкупили все таки вот тут наверно не тот кто составлял рейтинг наверняка тоже подвержен коррупции и тут подкупили там он 142 или 162 142 в рейтинге вот по идее как бы должно было быть 142 но подкупили мне кажется что здесь вот тут первое место в мире по числу полицейских на душу населения и тут по моему на тысячу до на тысячу граждан пятьсот шестьдесят или пятьсот сорок вот золотов сейчас смотрит этот ролик и аплодирует говорит я вам говорил говорит говорил же я вам что мы их всех сейчас на дуэль еще буду еще буду на дуэли звать кого да 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 все всех теперь зову на дуэль ну это первое место к этому можно было стремиться там на самом деле второе где-то там вообще за горизонтом его и не видно там впереди планеты всей же не обгонишь но молодцы еще молодцы 62 место по уровню технологического развития здесь я должен согласиться потому что есть такой товарищ железняк один из там приспешников солнце ликого да он как-то вот одном интервью сказал что япония китай и америка на десятилетие отстали от россии в радиоэлектроники конечно молодцы самые большие микросхемы в мире однако же своих детей железняк отправил учиться тогда настоящий патриот туда потому что ну что им тут потому что воронеж нельзя воронеж нельзя они же тут развалят все а пусть там разваливают молодцы по технологическому развитию думаю здесь тоже не правда потому что когда спросили у россии там как у вас технологическим развитием они говорят ну там микросхемы понимаете развитие технологии понимаете нет да у нас говорит с этим очень очень ок да все давайте после венесуэлы записывайте сразу 62 место на хорошо 72 место по рейтингу расходов государства на человек это как раз вот потом по первому каналу эсэмэсками собирать на операцию день на дрова бабушкам собирают да не на дрова тоже то вот бабушки там мерзнуть давайте сделаем доброе дело нас же много всех скинемся вот часа сам источками там хотя бы ну по 5 рублей и вот бабушки собрали дрова купили там в дом престарелых или там лично вот какая-то бабушка у нее же пенсия маленькая что потом ей трава на всю зиму кстати как мало какие молодцы да кстати смотрел статья как-то попалась собянин в подмосковье поехал к ветерану у которого нету газа в подмосковье и отвез дрова на зиму думала это благотворительность когда который так и так не хватит еще он маленький но помог но ну ну да на январь месяц хватит так 97 место по доходам на душу населения вот душа населения их тут еще в чем же еще вся штука души населения до сих пор не продают поэтому у них даже есть какие-то доходы это можно отнести только к преимуществу потому что раньше же было как раньше даже души продавали то есть сколько у тебя душ там у меня там 200 душ говорит молодец скорость и чечки говорит слушай ну горит у тебя чего там у тебя нет и яхты там всех перепробовал как-то все в космос летал повреда вот две недели меня не было это же я в космосе был это понял все говорит что там у тебя слушай ну все уже перепробовали в пангентон мы играли да на комбайнах помнишь нас говорить но больше к это уже все нечего 5 может быть о народе подумать она и да действительно людях душ на это по пару тысяч бы каждому чиновнику не помешало бы наверняка надо народе подумать поэтому тут уже доходы есть в населении уже хорошо да так 127 место в мире по показателям здоровья населения 127 хорошее здоровье хорошие еще приходишь поликлинику говоришь кто-то проходите и они все как ломанутся к одному врачу 400 человек значит могут ходить да значит услышали значит все хорошо все в порядке про про медицину я не записал но помню что вот уровень медицины российский сравнялся с уровнем нигерии но россия это нигерия в снегах там много общего очень много общего начиная там с ввп и количество населения вообще территория практически похоже за очень похоже 134 место по продолжительности жизни мужчин значит есть еще куда стремиться есть есть куда тут можно покритиковать россию кстати не так уж она все даже через розовые очки видно 134 место из 200 там 20 это еще не предел да да есть еще куда стремиться если развязать еще пару каких-нибудь войн а можно и в африке еще повоевать на ближнем востоке еще можно такое там раздуть а еще дальний восток не тронут практически африка я думаю далеко тут соседи все-таки есть еще соседи соседи как-то кончаются уже все соседи научились защищаться а там в африке люди еще не не подозревают что есть слово русского офицера ну да например российский генштаб может там что-то пообещать они же этого еще не знают еще есть куда там падать поэтому если там еще развязать несколько войн таких серьезных интересных чтобы так сказать потренировать армии то и продолжительность может тоже там 134 место и туда куда-нибудь ближе к 222 до есть куда стремиться есть тут можно даже покритиковать россии я согласен 159 место по уровню политических прав и свобод вот здесь такая же история как и с технологическим собственно там прорывом и технологическим развития спросили пишите пишите да да есть у нас это что это такое что что за что за права что за свободы ну смотри вчера помнишь эту девочку там да по по площади за ты милиционер да он же ее горит не за волосы ведь они все врут блогеры они все вы смотрите говорит как милиционер и ругают варит мент на него говорит мент говорит схватил девочку за волосы и ведет ее а на самом деле если присмотреться за рюкзак он ее тащит а она говорит в телефон смотрит и улыбается значит есть еще свободы все нормально мальчика этого говорит он схватил мальчика за шею ну который залазил на 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 фонарь да его даже не расхватил за шею тащит а если присмотреться говорит внимательно на фотографии то за кадык то он его сильно то и не сжимает так слегка то есть еще есть какие-то свободы не так уж все и плохо говорит не нужно нас критиковать а если с другого ракурса посмотреть то здесь у мальчика вот это вот это не тащит его за щеку милиционер это он улыбается так поэтому есть еще свободы права еще не все вот про тем тем россиянам тоже который смотрит вас я хочу сказать если они считают что они живут не в тоталитарном государстве то пусть выйдут с флагом лучше с конституцией а если в одной руке флаг в другой конституция ну может вообще бомба получается правда да да пусть они выйдут и посмотрят на свои права и свободу как будут соблюдать знаете еще я даже записал дословно это просто как полицейский говорит человеку когда с флагом увидел подошел убери флаг почему это же флаг это я записал я смеялся он ему говорит почему нельзя использовать символику российской федерации разрешено в периоды гордости за страну а ты сейчас не гордиться не время гордиться вот сегодня нельзя в период гордости можно это фраза можно только в период гордости прямо распирает гордость меня тоже я прямо вот надел очки через очки прям вижу как мне тоже сейчас гордость распит прям уже обжирает меня гордость матроскин города заработало до заработала ура вот кого если у вас не распирает гордость за вашу страну а сейчас вот был были зачитаны просто ошеломляющие факт ошеломляющим если вы не гордитесь вы пожалуйста знаете как работает эффект туда зайдите, прочтите так ли это, а вдруг там врут вдруг вам сейчас в этом ролике все наврали 134 место сказали, а на самом деле 133 да, это уже совсем другое дело все меняет, опять врут они и в каждом ролике, как не включишь ну, брехня и брехня сплошное, да, сплошное вранье 175 место по уровню физической безопасности вот, 175 место, хорошо вот, как-то был случай, когда мужчину задержали в отделении полиции короче, оказался он муж с женой там и мужчину пытали а его жену на его глазах насиловали полицейским какие мелочи там, подумаешь прям недорого да, действительно и в итоге полицейским ничего никакой ответ никакого дела на них, да, не завели этот человек, чтобы привлечь внимание к этому отрубил себе пальцы на руке потом у него сердце плохо в итоге он умер но никто не был наказан да за что наказывать на самом деле нужно относиться к работе полицейского вот с гораздо ну, большим ну, я я даже не знаю сочувствием вот есть ролик недавний, да, опубликованный вот этот когда в тюрьме вот или где там 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 заключенные да, где его бьют по пяткам палкой да, да целая огромная вот эта вот толпа надзиратели они по очереди его бьют палкой по пяткам очень больно и один говорит смотри у него, говорит, ноги посинели тот говорит что ноги? говорит, у меня руки уже посинели говорит, устали и вот никто из комментаторов к этому ролику везде никто не высказал ни слова сочувствия вот этому полицейскому никто какое бесчеловечное отношение к работе полицейского у граждан России какая жестокость жестокость представьте человек на работе вынужден а если у него проблемы будут с сухожилиями там он отдается полностью в своей работе ну, а ну вот постоянно бить вот палкой по пяткам человеку так намахаешься целый день приходишь домой нервный да а если ребенок еще принес плохие отметки со школы вот куда потом деваться поэтому он на пенсию в 45 да потому что работа нервная и никакого сочувствия со стороны граждан никакого все почему-то вот вообще писали не то, что нужно а я бы встал на сторону вот полицейского потому что вот федеральная служба исполнения наказаний в СИН кто-нибудь полицейские или не полицейские я не знаю но все-таки у ребят очень сложная работа оно так помашешь целый день вот так вы знаете очень жаль поэтому не зря Владимир Владимирович не зря им сохранил собственно пенсионный возраст сокращенном виде там отработал до 45 на пенсию все и идешь например в школу преподавать им начальную военную подготовку детям да чтобы в будущих готов конечно потому что впереди еще столько столько бить по пяткам еще всех вот эти подрастут которые выходили в воскресенье у вас недавеча как с ними быть Золотов четко сказал надо превратить в как же там в сочную отбивную а это просто так не делается для этого нужны силы для этого нужно хорошее крепкое здоровье а если с ними еще там пытаешься их задерживать а они тебе скол зубной эмали на все какое тут здоровье не напасешься а россияне не сочувствуют поэтому нужно с детства тренироваться с детства готовить вот руку вот это вот знаете это важно первое место по убыли населения ну это и хорошо мы уже это обсуждали потому что она не резиновая и Москва не резиновая Россия не резиновая кому не нравится к своим пиндосам вот это вот собрал чемоданы и вперед не надо нам здесь революции устраивать вот это вот либера либерасты понимаете не надо здесь поэтому убыл все вычеркнули меньше народу больше кислороду и так с кислородом как бы вот как показывает нам Крым не ахти было бы там меньше людей в Крыму может быть и проблемы такой бы не было как в этом видео как они кричат не нравится Россия валив в США вот такой слоган а США между прочим здесь вот стоит их покритиковать все таки потому что США препятствует выезду препятствует вот прямо скажем таки не поддерживает это вот оно здесь ставит палки в колеса России визы требуют подтверждение так сказать финансовое благосостояние не всех впускает к себе это специально они делают специально чтобы вот эти все либерасты остались в России так бы сказали бы приезжай кто хочет все ты либерал там все приезжай к нам справку принеси что ты либерал а справка стоит 12 тысяч долларов вот так бы и подняли бы и собственно бюджет и на пенсии бы хватило хочешь выехать за границу все иди справку возьми что либерал и тут расценки все 12 тысяч долларов с каждого ну извините если ветеран войны то за 6 а ветеран какой неважно какой участникам боевых действий на Донбассе за 4 скидки правильно потому что да надо все таки поддержать городский народ да первое место по числу умерших от пьянства и табакокурения наговаривают мне кажется наговаривают наговаривают я я я всегда путаю Екатерина или Елизавета когда кабаки строила она по всей империи у нее спросили зачем вы спаиваете народ она сказала пьяными управлять легче мне кажется наговаривают потому что какое там табакокурение некогда курить некогда вот тут наговаривают мне кажется вот про табакокурение там наврали первое место посмертности от сердечно-сосудистой системы ну здесь понимаете снова пиндосы снова здесь есть объяснение пиндосы виноваты снова медицина уровень нигерии я же знаю когда летит самолет вот это же тоже не сложно проверить заходишь в интернет смотришь летают самолеты над россией и довольно много причем американские в основном вот эти боинги там вот это вот супер бюджетов практически нет это же специально американцы травят народ а я сейчас расскажу как проверить и потом в интернет зайдете летит самолет значит на небе не облачко а за ним след остается белый вы думаете что это в самолете у самолета же это же не так как выхлопная труба в автомобиле до бензин и там за ним облако такого нету самолета а за ним остается облако и такой длинный такие долгие следы белый выяснили они начат распыляют над россией специальные вещества о как эти значит вещества они во первых влияют на сердечно-сосудистую систему негативно очень а во вторых они способствуют зомбированию населения зомбирование особенно те кто не смотрит телевидение первый канал в интернет заходят и у них срабатывает как прям программирование какой-то щелк человеку особенно в крупных городах в крупных в селах там полегче там и самолеты не так сильно летают не так часто происходит да и вот как бы и и там воздух свежее а в крупных городах в петербурге в москве молодежь они значит надышатся вот этой гадостью сердце то еще хорошее работает это на пенсионеров сильно влияет а они надышатся в интернет и заходят все прям планка у них падает начитаются вот это вот и навального и счету всякого смотрят да и все это как ровно виновали как рубильник тоже да все он им он им кодовое слово там какой-нибудь скажет он говорит ну что горит хомячки а у них прям так сразу щелк глаза и как вот в мультике в глаза так вращается он говорит идем на болотную площадь и они все главное идут ну как лемминги прямо как хомячки это все вот можно проверить посмотрите как самолеты летают и за ними остается вот это вот следы вот эти это все я знаю это все американцы а не ноги же знакомый знакомые у меня есть и он в аэропорту работы там на аэродром говорит мы горит спрашиваем а что горит это у вас под крылом самолета вот такие цилиндры горит такие прозрачные пластиковые прикрепляют их прям там я горит как спросил мне сказали горит если ты еще раз спросишь понял все больше лет так и не спрашивал и туда постоянно приходят люди неизвестные таки прикрепляют под крыло и все потом приходят забирают кто они зачем стали не спрашиваю молчи хочешь работать все вот так вот да так первое место по числу роста долларовых миллиардеров вот видите ведь молодцы же молодцы растет среди бизнес все-таки это вот это все путин молодец а вот способ вот вот это вот вот почему украинцы удивляются не надо удивляться первое место по заболеваниям психики а украинцы удивляются что россияне такие вот вот это вот про самолеты я не зря сказал не зря она влияет очень сильно очень сильно плюс украина вот поруби как скажет что-нибудь и ходит потом вся россия думает вот поруби говорит гитлера горит похвалил все как с этим жить да все переживают люди очень поэтому конечно первое место памятник который вы показываете и рогозин который зигу кидает битый но я говорю вот по вот памятник краснову они горят да не может такого быть горит но не в ростове же он заходит врет луганский снова поймали же меня снова на лжи да и говорит что делает специально врет специально а потом сам комментарии в которых его во лжи уличают и лайкает а я взял еще и лайкнул этот комментарий потому что памятник же стоит краснову не в ростове не в ростов станице еландской шолоховский район а он врет что краснову в ростове памятник поставили но брехло ловят вас вот ловят а это же нервы и человек прям сразу ведь фух переживал же два дня два дня как такое может быть чтобы пособником фашистов гитлеровскому приспешнику памятник поставили в ростове смотрит не в ростове в станице еландской говорит фуха прямо от сердца отлегло не дай бог чтоб в ростове поставили но не в ростове и слава богу все а вот так вот попереживают понервничают постоянно как не заболеть как же тут не заболеть первое место по число самоубийств среди пожилых потому что они из это делают из благодарности так сказать но как бы дать дорогу молодым а вот это не просто так это альтруизм они говорят мы уже пожили так пусть теперь хоть дети наши в нашей квартире поживут несколько лет назад мне попалась статья что на 9 мая ветеран войны покончил с собой чтобы хотя бы в этот день обратили внимание каких нечеловеческих условиях он же на 9 мая покончил с собой ветеран мой знал в какой день видите значит чтят чтят все-таки 9 мая великий день правильно обратили внимание наверняка скидку сделали на похороны вот гроб там купили за полцены не факт ну вольнов не звонил туда правда не выяснял там можно ли получить откат с ветеранских похорон он не знал просто но если бы позвонил можно было бы проверить грешно конечно смеяться на самом деле вот над этим но человек тоже видите внес свою лепту и наверняка из-за него в том числе вот россия первом месте это говорит об альтруизме пенсионеров они очищают так сказать жилплощадь молодцы молодцы лидирующая позиция по числу брошенных детей скоро мне кажется будет такое это красивая фраза будет в россии ходить печей бастард классника тоже классник все сноу да я горит сноу снежнов все иван снежнов понятно а ты а я снегов снегов из москвы небось снежнов это же туда центральная часть а из москвы снегов его все вот молодцы молодцы первое место по материнской смертности мне кажется тут врут думать до отцовскую смертность не замеряют значит материнскую замеряют отцы не гибнут разведцы я вот слышал историю мне очень понравилось в россии значит парень девушка как бы перестала бы девушка и родила а он такой но не очень путевый да и вот он к них приходит говорит тебе горит деньги за ребенка дают далее давай половину гони я же этот отец это же как бы не на ребенка за ребенка то есть рожаешь ребенка тебе денежки а почему это страдают да я же тоже как бы приложил так сказать да да усилия давай гони половину материнский капитала что там у вас выдают я не знаю ночь что-то там даю на капитал давай делить так как ты хочу до первое место по число разводов это все фиктивно на самом деле фиктивный если подойти к этому с умом и проанализировать то это чиновники скорее всего вот это же говорит о чем что идет борьба с коррупцией а чиновники для того чтобы избежать конфискации имущества они переписываются на жену а потом разводятся тут же потом все это говорит о том что боятся боятся значит сильная рука царь все делает правильно рука сильные чиновники вот разводятся вот высокий процент все объяснил у нас первое место по числу потребления героина значит деньги то есть а врут что денег нет а вы держитесь один героин то уж не дешевый да не дешевый это кокаин можно возить еще самолетами первым бортом там дешевле получается он вроде как будто бы по делам и захватил еще собой кокаин а кокаин это не героин героин то потяжелее будет его и больше нужно значит у него транспорт вот транспортная составляющая выше больше значит платят больше а деньги значит есть а врут что денег нет горит санкции горит денег нет есть значит деньги вот как определить благосостояние народа потребляют героин все молодцы наговаривают список неполный конечно неполный наговариваются на россии наговаривают главное что это все можно проверить в интернете заходи проверять да вот заходи нашел там вранье отпишись я хотел бы еще такое обращение можно андрей можно я бы хотел обратиться к тем людям которые так жаждут чтобы к ним пришла россия и принесла русский мир эти люди наверняка есть и украине и в других странах да так вот я хочу им сказать что если россия придет к вам туда то все это вышеперечисленное она принесет вам и самое страшное еще она принесет смерть она смерть несет горе и разрушение потому что больше предложить ничего она не может не думаете да спасибо до свидания